Девушки отдыхают Девушки отдыхают Настолько быстро? Настолько быстро? Привезли Здравствуйте Здравствуйте Пострадавшие Недавно на автомобиле Что думаешь? ХВЛ H2 Девятого числа Девятого? Какого месяца? Этого? Можно документы писать? Нет, не надо Съемка обязательно, да? Она за двойненько Я охоту для вас, чтобы потом не говорили Я ничего не имею против Опять же, да? Для пристраховки Что пристраховки? Мы пришли сейчас ко мне Претензии, правильно? Нам претензии сдавали? Сейчас Обязательно Нет, мы приезжали на камне Без претензии, да Просто сказали В устном порядке Да, заявление было сделано По поводу возврата автомобиля Получили отказ Менеджера Вследствие чего Обратились к юристам Привлекли, значит, средства массовой информации И вот Хотел решить этого вопроса Вообще решаемо? Нет Еще раз говорю Вы По закону Вы юристы По закону Это как происходит По моему очень прекрасно знаете Если Вы имеете какую-то претензию Если машина вас не устраивает По закону Вы можете дать претензию В течении 10 дней Мы обязаны вам ответить Ваши претензии Вы нам сейчас претензию принесли Мы должны ознакомиться И в течении 10 дней Мы должны вам ответить Правильно? Правильно Вопросы А вот это все Вот это все Должно происходить Знаете когда? Если в течении 10 дней Мы вам не отвечаем Тогда вы можете перейти с этой камеры И тут Я не знаю Мы сейчас Можем с вами с вопросом Если они вам расскажут причину Ежем они пришли Ещё раз Можем с вами посидеть Пообщаться Узнать проблему В чём проблема В чём машина не устраивает Может какие-то там полулки Или полулки Естественно Зачем вот это всё Давайте Мы тогда Сколько там вам нужно времени Объясните ситуацию Ну мы в салоне Походим Да Ну пока в салоне сидите Вот он Давай чтобы не поговорим Супер автомобиль Мы может минут пять Давайте Запишем по этому автомобилю Причину Вот Давайте Это их дела Но что касается салона Я обратился сюда Первый раз Меня отправили на гарантийную станцию Ремонта Где развели руками Сказали разбирайтесь с теми Кто вам машину Сегодня мы приехали сюда Надо сказать Что разговор был достаточно конструктивный И в конечном счёте Машина была принята У меня обратно И замеченные дефекты Были сочтены как дефекты Так что всё бывает в этой жизни Иногда и удачи Ну то есть салон пошёл навстречу Да как бы Салон действительно Я не знаю пошёл ли салон навстречу Или салон выполнил закон Ну да да Это решается зрительно Салон получается отреагировал должным образом Салон отреагировал должным образом Моя просьба была выполнена Просьба в соответствии с законом Потому что все документы формулировали с помощью юристов Это кстати всем советую Без юриста Подобные дела Не согласись Понятно А вот смотри Да действительно Видишь Угу Вот она Да 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 Добрый день Меня зовут Евгений Я являюсь управителем отдела продаж Апсалон Центральный К нам обратился клиент С просьбой Замены автомобиля Он приобрел у нас автомобиль Марки Хавал В данном автомобиле Они не увидели для себя Нужных опций Нужного комфорта И решили обменять автомобиль Пообщавшись с руководством Мы им пошли навстречу Подобрали им новый автомобиль Другой марки Привели тест драйв Данный вариант их вполне устроил Они полностью остались довольны Обслуженным нашим асталоном Ждем вас У нас Вот такая новая машинка Все довольны Замечательно В данном автосалоне Был куплен автомобиль Марки Хавал Значит У него был выявлен дефект Который выяснилось Впоследствии Является технической особенностью Данного автомобиля Что именно Значит Выразилось В вибрации в руль При включении Передачи D Значит Нажатие на педаль тормоза И Включение кондиционера Как было установлено У официального дилера Данная неисправность Является Характеристикой И технической Особенностью Данной машины Поэтому В будущем Можем Предупредить Покупателей Китайских марок Что У них есть Такие Определенные Особенности Которые Выходят За рамки Характеристик Нормальных Привычных Нам всем Автомобиль Автомобиль Заменен На Автомобиль Корейской марки С доплатой Небольшой Суммы Покупатели В принципе Работа автосалона Довольны Все было сделано Быстро Оперативно То есть В рамках закона Автомобиль Был принят Назад А вы представляли Как юрист Да Спасибо Была составлена Значит Претензия В рамках Досудебного Урегулирования Спора Был осуществлен Выезд И переговоры С руководством Автосалона Которые Привели В принципе К этому результату В данном случае Клиенты Довольны Будут ездить На новом Корейском Автомобиле У которого Не бьет Руль Спасибо Мы приехали По жалобе На данный автосалон Но как выяснилось Причина не в самом Автосалоне А в автомобиле Который не соответствует Техническим требованиям И имеет свои Особенности В эксплуатации В эксплуатации Точно По данному Автосалону У нас претензий нет Мы показываем Не только плохие Автосалоны Но и те Которые выполняют Свои обязательства Перед клиентом Что не может Не радовать И в принципе Они у нас Пройдут Как обычный Автосалон Которому претензий нет Но в любом случае Обращайтесь Если у вас есть Какие-то Претензии По этому Автосалону Руководитель всегда Открыт К диалогу И с нами не было проблем При расторжении Договора И обмен Вот этого автомобиля Китайского На корейский Да и приятная Неожиданность Никто от нас не убегал Не разбегался Кстати вот Положительный момент Когда мы пришли Все сотрудники Стояли на месте Нас тут же Припроводили к директору И соответственно Мы тут же вопрос решили Буквально не отходя От его кабинета От кассы От кассы Да Что Смотрите Распространяйте Смотрите наши ролики Распространяйте Становитесь нашими партнерами Рассказывайте Как можно Большему количеству людей И мы благодаря вам Сможем помочь И другим людям Которые попали В подобную ситуацию В諸 Пусть Вообще Распространяйте Логичевым Agreей Распространяйте И vid